Всем привет! Меня зовут Кирилл Дединок, а это... Ева Дединок Да, у нас одинаковые фамилии, мы однофамильцы И, кстати, мы сейчас действительно снимаем это видео в Германии И пользуемся потрясающей погодой Тем, что у нас есть время, и здесь есть отличная техника И у нас еще классная видеокоманда Привет, видеокоманда! Мы будем отвечать на ваш вопрос сейчас Вы задали сотни-две, наверное, вопросов Это очень много В основном все были про детей И про детей А еще мы будем играть Джангу Джанга Джанга Джангу Правила простые Нужно вытаскивать эти штучки А тот, кто роняет башенку Исполняет желание Другого Будет мусор Ева, наверное, полагается, что... Она выиграет Да, а если она не выиграет То она будет есть конфетки с лакрицей Как джентльмен И добрый муж И профессионал игры в Джанга Я даю возможность ходить первой жене Как хорошо вы готовите? Я хорошо готовлю Вообще Я очень много зарабатываю И поэтому я могу заказывать Пшицу Суши Как раз бы не как хорошо вы зарабатываете А как хорошо вы готовите Я хорошо готовлю Но редко У всех пар бывают ссоры Как вы миритесь? Просим прощения и миримся Она блефует Она молчит В смысле? Чтобы помириться, я прошу прощения за свое молчание Нет? Офигенно Были ли поразительные открытия друг в друге уже в семейной жизни? Правда Для меня ничего не было открытием Мы с Евой не жили до свадьбы вместе Но мы общались И имели представление, кто есть кто И если про характер мы знали почти все друг о друге О каких-то бытовых вещах Ну это же очевидно, что носки будут валяться Да, но это второстепенные все-таки штуки, которые Поэтому не было Каково это быть женой блогера и фотографа? Как Ева тебя терпит с постоянными разъездами И показывает в перископе домашнего быта? Я часто езжу И Ева часто едет со мной Например, сейчас мы в Германии Как бы Да? Дедка Ты не отвечаешь на вопрос Дедка Мой локон В смысле нет, я очень не люблю, когда он начинает перископить И снимает какую-нибудь грязную гору посуды Поэтому если вы заметили беспорядок Значит у нас совсем все плохо Потому что мы как бы шифруемся Каково быть женой, я привыкла Были ли у вас так называемые притирки в первые месяцы? Да, вот прямо сейчас, вот здесь Вот здесь появилось видео Посмотрите на него И кстати подпишитесь на этот канал, потому что он классный И это видео было снято ровно год назад Но в принципе, как лежали вещи на кресле, так и лежат Крышка, а то не запускается теперь Мы поменяли крышку Тяжелая крышка Да, падала В нашем новом доме крышка, а то не даст, запускается сама А у нас теперь новая, но Кирилл ее опускает Вы верующие? Вообще, если вы подписаны на мой канал Или читаете нас в инстаграме То не заметить, что мы верующие, это... Сложно Очень сложно, да Мы верующие А кто в семье главный? Он Он главный! А правда ли, что первый год совместной жизни самый сложный? У нас полтора У нас всего прошел один год жизни, и он адекватный Да, и он вообще не был сложный Ну, то есть... Ну, ты плакала частенько Ну, почему я плакала? Ну, то есть... Хотелось плакать? Нет Я такая эмоциональная, капец! А почему ты плакала? Ну, скажу Вот и все Я вот, я даже сознание ни разу не потеряла за мной Кстати, да Как вы познакомились? Кирилл, чем тебя заинтересовала Ева? Аналогичный вопрос Еве Чем не заинтересовал Кирилл? Да ничем Ну, или... Не знаю Просто, я говорю, мы очень сильно дружили И... Дружбы между мальчиком и девочкой долго не бывает Потрясающие лакричные конфеты Это лакричные? Это лакричные? Они правда лакричные? Отстань, квадратные берись Вырвет, и мы снимем это Мне заложит душу, если я приду чат Ешь, ешь давай Ешь! Быстрее глотай! Глотай, не мусори! Давай! Я не плакаю Ладно, дыши Просто проглатывай Проглатывай, проглатывай Быстрее Как сохранять спокойствие, когда у тебя постоянно спрашивают про появление детей? Когда же у вас появятся детишки? Ну, так-то мы имеем очень много таких вопросов И если я приезжаю в какое-то место, где обо мне знают Спрашивают, получил ли я водительские права, купил ли я квартиру, скоро ли у нас дети Да, очень приятно, что об этом спрашивают люди, которые не очень сильно, ну, нас знают Кирилл, что ты делаешь, когда Ева на тебя обижается? Ева, как быть терпеливой и мудрой женой? Я ее пытаюсь разговорить, пытаюсь расщекотать, начинаю с ней драться Вы научились целоваться после свадьбы? Ходи Кто сказал, что вы научились целоваться? Еву не устраивает, кстати, как я целуюсь? Не, не устраивает, просто он целует Вот когда ты целуешься, меня устраивает, а когда... Да, после Какие подарки вы преподносите Еве? И как вы выходите из эмоционально сложных ситуаций? Я целуюсь, кстати Как вы проводите время вместе? Это вот если идеальный наш вечер Мы заказываем видео домой Смотрим скаченный фильм Из торрента Или сериальчик какой-нибудь, типа Флэш И общаемся Как вы поддерживали отношения, пока ты был в армии? 164 письма Я буду любить тебя Сколько ты захочешь? Ходи У меня так работа последняя называется 164 Да? Да Офигенное название Я знаю Ева сделала большой проект Это был типа скетч Не скетч, это был... Диптих Штука такая Два коллажа И в нем фигурировали наши письма Потому что Когда я был в армии, она была в Швеции Я писал от руки письма Мой друг приезжал каждую неделю Забирал их и сканировал А мне отдавал распечатанные Те, которые она мне печатала Да, я в тот момент печатала ему письма Отправляла ему мальчику на почту Мальчик их распечатывал Запаковывал и привозил Кириллу в армию Да, и поэтому такой обмен был Я получал сразу по три письма И растягивал их на неделю И параллельно писал свои ответы Вредят ли командировки и отъезды Вашей семье? Как много времени вы проводите вместе? Смотри, как к ним относиться Как я отношусь, что это очень сильно укрепляет семью Мы очень сильно успеваем соскучиться И вот мои родители для меня лучший пример Папа постоянно ездит И они очень сильно любят друг друга Была ли у вас паника за пару дней до свадьбы? За пару дней до свадьбы Кирилл решал столько вопросов Что там было не до чего нет За пару дней до свадьбы Ева выносила мне мозг Потому что у меня был рабочий день за два дня до свадьбы А у нас не было путевки свадебной И Ева прямо уничтожала меня Это было очень безжалостно А я знал, что я этим буду заниматься завтра Я простил, простил Но у меня не было мысли Я просто очень истосился Как ты относишься к девушкам, которые сквернословят Или которые одеваются слишком открыто? Я и к парням не очень отношусь Да, нам не нравятся парни, которые одеваются очень открыто У которых вываливаются Я вообще считаю, что сквернословить плохо Если бы деньги не нужно было зарабатывать Как бы вы провели в идеале свою жизнь? Если бы не было нужно зарабатывать деньги Давай, ты пока ходишь Я скажу, ты же не зарабатываешь деньги Я зарабатываю деньги, знаешь сколько? Мало, правда, но я зарабатываю Когда-то у кого-то из вас остывали чувства? Если да, то как с этим справились? У нас постоянно остывает. У Евы ко мне остывает чувство по четвергам. Да. Особенно, потому что нам надо вставать в 6 утра по вторникам. Короче, это вообще не имеет значения. Чувство и любовь. Сегодня остыли, завтра подогрелись. Вот именно, да. А как вы называете друг друга наедине? Кирилл. Ева. Вы ревнуете друг друга? Как справляетесь с ревностью? Не ревнуем. Ревнула. Я просто не могу много чего делать, я просто это стараюсь не делать, и поэтому Ева не ревнует. Ну, то есть нет вообще поводов для ревности. Да, только если я в Заре отойду от Евы, к ней какой-нибудь чеченец по входу знакомится. Это правда, да. Или в ресторан Ева села посидеть, подождать, с ней уже знакомится. Причем она не носит кольцо. Я ношу, я ношу на левой. Специально, чтобы не палили. Нет, меня однажды спросили, девушка, а вы обдовели? А представь, если я обдовела. Ну, то есть как можно спросить это? Можете ли вы приехать просто так в гости в другой город к незнакомому человеку, который вас позовет? Зависит от города. Да, мы никогда не были в Милане, в Барселоне. Были ли у вас отношения до встречи друг с другом? Да, Еве очень нравился один испанец. Не было такого. Было. Не было. И она мне постоянно об этом говорит. Не было. Вот тут испанец. Это было не испанец, это было... Итальянец. Нет. Простите, постоянно путываете две страны? Вот этот итальянец. Мы с мамой ездили в Италию. Более того, мама ее хотела, чтобы... Ну-ка, тихо. Накро скажу. Мы с мамой ездили в Италию. Там был очень маленький, красивый блондин. Все, проехали. Закрыли тему. Это у блондина было года два. Я это вырежу. Я его сфотографировала и сказала Кириллу, я в него влюбилась. И он теперь меня до сих пор поминает. Прошло уже пять лет. Как вы познакомились? И что бы было, если бы вы никогда не встретились? Мы бы не встретились. Мы бы никогда не встретились. Ужас какой. Кирилл, нормально ли для тебя просто помыть полы дома? Просто взять и помыть полы? Я подозреваю, что этот вопрос Кирилл проплатил. Просто полы дома у нас моет только Кирилл. И он хотел вам об этом сказать и попросил кого-то задать вопрос. А что ты делаешь, когда Ява злится? Позлит меня еще больше. Да, я ее доканываю, чтобы она вышла из этого состояния. Я сейчас не начинаю танцевать. Вот я сейчас злится. Что ты делаешь, чтобы меня успокоить? Ты можешь проиграть мне, пожалуйста? Я могу дунуть сейчас на эту штучку. Вынимай давай. Я не могу. Можешь. Почему вы такие милые? Стесняетесь ли вы своей веры? Господь научил нас не стесняться своей веры. Аминь. Какая самая красивая девушка? После Евы, конечно. Ну-ка, кто она? Она Доната Александровна, моя родная сестра. И Виктория Александровна на втором месте. Есть ли любовь с первого взгляда? Да, можно щенка увидеть и полюбить. Можно увидеть сумку. Как вам удается жить в гармонии и как помогаете друг другу в творчестве? Вот так. Гармония. Первая мысль, когда вы просыпаетесь по утрам. Первая мысль. Интересно, сколько у меня еще времени осталось, чтобы еще поспать? Представьте, что вы уже дедулечка и бабулечка, и прожили вместе всю жизнь. Какое последнее слово вы бы сказали друг другу? Я бы выбрала невидимку. Или нет. Я бы лучше мысли почувствовала. Хотя зачем мне читать мысли? Я бы не хотела знать мысли людей. А ты? А я и так флэш. Как называете друг друга в гневе? Кирилл. Ева. Коронное блюдо Кирилла? Тосты. Чай. Чай его коронное блюдо. Черный чай. Чай ромашковый. Чай из бергамотов. Ну, в общем, любой чай, который в пакетиках у нас дома есть. Я из тех, которые добытчики. А, в общем, в этом смертельном поединке победила дружба, поэтому ручку берите. Проиграй, проиграй. Пожалуйста, подписывайтесь. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал. Мы очень мечтаем о 10 тысячах подписчиков. Чего нет, того нет пока что. А если у вас еще остались какие-нибудь вопросы, вы можете писать их в комментариях. А если вы видели какой-нибудь умопомрачительный челлендж и хотите, чтобы мы в нем снялись, пожалуйста, оставляйте ваши предложения, идеи в комментариях. Не хотел вам этого говорить, но вы сами напросились. Кто подпишется на этот канал, у этого будет потрясающая семья, верный, добрый супруг и симпатичные детишки. Поэтому не тормозите. Подписывайтесь на этот канал, и тогда все будет путем. Пальцы вверх и комментарии вниз. Это очень круто. Короче, до свидания. Мы вас любим, и честно, это видео специально для вас. Конечно, оно вам понравилось. Вы так просили. Goodbye. Goodbye. Неизбежная моя Ты такая нежная Ты такая нежная